Переходим к блоку полуспециализированных сервисов и начнем с Notion. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Notion, как и кода, сервисы самоценные и в чем-то схожие. Я вам советую выбрать один из них и ввести в информационную среду организации независимо от базы знаний. По обоим сервисам у меня есть скринкасты, ссылка в описании. Соответственно я не буду делать обзор с нуля, кому интересно, посмотрите скринкасты. Я буду рассказывать уже о том, как их можно использовать для создания базы. Итак, создаем страницу. Страница здесь это не страница, а некая отдельная сущность. То есть в нашем случае это вся база. Добавим какую-нибудь иконку. Выбор иконок непростое занятие, учитывая их количество. И обложку. Еще более непростое занятие, учитывая, что попасть на кнопку Change Cover, если ты не альпийский стрелок, практически невозможно. Расцветка в стилистике ковра Большого Лебовски. Давайте что-то менее психоделическое. Так, тут выбираем чистую страницу и накидываем список блоков. Общие правила пойдут на главную. Инструкция, отчеты, документы. Ну поехали. Так как тут большая часть будет построена на таблицах, то есть базах данных, какие-то блоки можно совмещать и фильтровать уже потом на уровне таблиц. А также учитывая многогранность сервиса, сюда же можно добавить CRM. Ну или хотя бы список контактов и список сотрудников. И чего там у нас еще? Информация для саморазвития. Отлично. Теперь это все преобразуем в страницы. Немного поменяем последовательность и добавим информацию на главную. Напомню, что в Notion блочная система, как в Гутенберге. То есть вы можете накидывать информацию, что называется, в повалку, а потом уже двигать, переносить, форматировать. И все-таки небольшую дань бюрократе отдадим. Но это буквально единственная нефункциональная часть оформления. Я бы вынес на главную правила использования базы и инструкцию, как ей пользоваться. А вот она блочная система во всей красе. Не нужно никаких таблиц вставлять, все меняется на уровне блоков. Попасть только не всегда легко. Notion вообще, как я заметил, про выдержку и точность движения. И про визуальные изыски в формате мини. Не знаю, насколько это хорошо, всякие иконочки, выделяшечки, цветочки. Но это какая-то общая тенденция. У детей мелкая моторика, у взрослых мелкая графика. Самая мучительная часть — подбор иконок. Отключусь. А вот, в таком виде. Ну, собственно, на главную нужно вынести больше информации, инструкцию по использованию, можно с картинками, можно какой-нибудь блок типа «Актуально» или «Обратите внимание, куда выносить обновления в разделах базы». Я надеюсь, разберетесь с принятой здесь системой форматирования. Частично какие-то приемы покажу в процессе. Ну и создаем первую базу. Это у нас концепция рубрик. Здесь у нас есть возможность создать страницу либо базу данных. Вообще Notion — это философия. Как, впрочем, и Кода, и Airtable. Просто Airtable чуть ближе к базам данных, а Notion и Кода чуть ближе к визуальному оформлению. Смысл в том, что тут вам дают не рыбу, а удочку, следуя известному в благотворительности афоризму. Скажем, Asana — это законченный продукт. Task Manager — регистрируйтесь, пользуйтесь. Очень удобно, но у вас только Task Manager. Notion — это конструктор, алгоритм, с помощью которого вы сами можете создать Task Manager, CRM и все что угодно. Поэтому, если у вас нет Task Manager или CRM, посмотрите в сторону Notion. И, возможно, база знаний станет вообще сердцем всей организации. Я не буду рассматривать Notion с этой стороны, хотя очень хочется. Но надеюсь, что рассмотренные мной приемы натолкнут вас на мысли, как тут можно сделать что-то еще. Итак, у нас тут есть страницы и базы данных. Выбор таблицы, листа, календаря. Календаря, кстати. Это я намекаю на Task Manager. Так вот, это не критично. Тут вы выбираете что будет открываться по умолчанию, но саму базу вы можете открывать и как лист, и как календарь, и как таймлайн. Кстати, в Asani опять же функция таймлайна входит в платный тариф. Но мы стартанем просто таблицу. Вот здесь настраиваются представления. Вы можете отобразить ее как лист, список. Лучше, конечно, по умолчанию выбирать то, что ближе, чтобы не переключаться потом всякий раз. У меня как раз был выбор тут между лист и тейбл. Я выбрал таблицу, вы можете выбрать лист. Про представление я, конечно же, расскажу отдельно. Это важно. Заполняем. Точнее создаем. Тут у нас название. Тут описание. Подвинем. Дальше состояние. То есть запущено, не запущено. Это будет Select. То есть выборы списка. А в списке, соответственно, запущено и не запущено. Дальше. Пусть будет тоже Select. Это у нас уровень сложности. Можно добавить градации. В Asani, напомню, было две категории – выполнимо и невыполнимо. Так, еще добавим дату. Дату создания. Тут можно выбирать дату вручную, а можно выбрать вот такую штуку – Create Time. То есть время создания, и он проставит дату и время создания автоматически. Вот эти строки нужно только убрать отсюда, чтобы не путаться с датами. Дальше также автоматически проставляем Created By. То есть кем создано. В случае с базой – чья идея. Логично, что тот, кто заполняет, тот и родил идею. Хотя, кстати, не всегда. Но мы решим, что у нас будет так. Далее дата запуска. Это для запущенных проектов. Не влезает уже. Можно убрать левую панель. И введем такую графу, как средние показатели. Это также для запущенных проектов. В случае с теплицей – среднее количество просмотров и лайков. Здесь выберем просто текст. Ну вот и все. Первая таблица у нас готова. Не обращайте пока внимания на то, что эта таблица и выглядит все как-то не очень дружелюбно. Ну как-то официально. Во-первых, мы можем поменять представление. Во-вторых, можем убрать какие-то графы. В общем, не волнуйтесь, все будет.